МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Общественное выше личного. Сегодня 100 лет со дня основания пионерии. Школьный надзор, сотрудники Росгвардии проверили, как охраняют рязанских учеников. Путь внутрь себя. Синяя борода Шарля Перро с недетским смыслом. Сегодня День пионерии у некогда одной из самых мощных всесоюзных организаций вековой юбилей. Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей страничке в социальной сети выложила школьное фото, где она перед строем в красном галстуке, и сопроводила пост следующими словами. Пионерской организации сейчас нет, но я часто вижу современных мальчишек и девчонок, юнормейцев, волонтеров, участников РДШ, все так же, как у нас, 10-14-летних, у них горят глаза, им не все равно. Так же, как и мы, они воспитываются на принципах взаимопомощи, патриотизма, уважения к старшим. Радостно, что идеалы пионерской организации не забыты. Отметим, что накануне юбилейной даты в некоторых электронных СМИ появилась информация о возрождении пионерской организации, но в администрации президента ее не подтвердили. Речь о создании общественного молодежного движения действительно ведется. В Госдуму уже внесен законопроект об этом, но к пионерии отношения оно иметь не будет. Совсем не до новых общественных молодежных организаций Центру одаренных детей Гелио. Здесь ребята активно постигают науку. В Рио губернатор Рязанской области Павел Молков навестил вундеркиндов и остался доволен оснащением и учебными программами. Вроде бы. Робототехника – первая площадка, которую посетил Павел Молков. Ребят в классе немного, однако каждого называют не иначе, как фундеркинд. Поэтому и результаты у них отличные для своего возраста. Тут главное эти начинания поддерживать, говорит в Рио губернатора Рязанской области. Всего в Центре одаренных детей Гелиос обучают по трем направлениям – искусство, наука и спорт. Познают науку здесь порядка полутора тысяч детей из Рязани и области, в том числе и по дополнительным программам. Их здесь 32. Например, цифровые технологии, 3D-моделирование и другие. Часть этих площадок посетил Павел Молков. Макет готов, дети отрисовали. То есть, что у нас здесь представлено? Здесь выставлено цветовая гамма. То есть, эта цветовая гамма отвечает за то, что какой режим резки будет. То есть, будет ли это обводка или это будет сквозная резка. Центр создан в 21-м году по региональному и федеральному проекту «Успех каждого ребенка» и нацпроекту «Образование». Его бюджет – почти 203 миллиона рублей федеральными субсидиями. Высокотехнологичное оборудование уже закупили. Вопрос у Павла Молкова появился логичный – как сюда записаться? Как происходит записывание? Записывание тут же или это отдельно совершенно? Сначала надо заистичный кабинет. А заистичный кабинет вот именно здесь. Как заявила министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, в регионе действует система «Навигатор-62», которая интегрирована с госуслугами. Каждый желающий может подать документы на обучение в центр и выбрать направление. В Рио губернатор отметил, что здесь ребята получают знания по востребованным направлениям. И важно, чтобы обучение осталось бесплатным и было доступно для всех школьников. Тем более, что центром заключены договоры о сотрудничестве с ведущими вузами города и области. Первая смена, кстати, стартует уже скоро, 30 мая. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. С 16 мая в образовательных учреждениях региона сотрудники Росгвардии проводят профилактические мероприятия «Контроль». Проверяют не качество обучения, а качество охраны. В школу номер 5 инспекторы наведались прямо с утра. Управление Росгвардии по Рязанской области, центр лицензионной разрешительной работы по городу Рязани. В ходе контрольно-профилактических мероприятий распоряжение Росгвардии по Рязанской области проводим проверку у вас на объекте охраны. Школьники на экзамен уже прошли. Теперь посетители гимназии новые. Сотрудники Росгвардии. Сами с экзаменом к местному ЧОПу. Первым делом штудируют документы. Наличие удостоверения и бумаг о прохождении комиссии. Здесь можно ставить плюс. Начало положено. Следующий пункт экзаменационного билета – проверка документации на рабочем месте. Все необходимые журналы в наличии. Как финал, Росгвардейцы уточняют, знает ли охрана свои обязанности. И здесь порядок. Почти как отче наш. Пятая гимназия проверку прошла. Точнее, охрана учебного заведения. Но расслабляться рано. Всего в Рязани области больше 600 образовательных учреждений. Речь идет не только о школах. В списке детские сады, вузы проверка только началась. Пока нарушений нет. По крайней мере, явных. Отсутствие удостоверения частного охранника, личной карточки частного охранника, а также отсутствие у лица периодической проверки на пригодность к осуществлению действий, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Штрафы, конечно, есть. Но сумма не так, чтобы уж и большая. За отсутствие лицензионной карточки охраной от полутора до двух тысяч? Как поговорить по телефону за рулем? Если удостоверения нет, до пяти тысяч. Естественно, с отстранением от службы. Моментальным. Жестче будет, если вдруг инспекторы поймут, что охранник не готов к реальным трудностям. И задача росгвардейцев такие вот кадры вычислять. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания «Город». Дело о гибели школьника в Рязанском аквапарке Окской «Жемчужины» направлено в суд. Об этом сообщает Генпрокуратура России. Фигуранты дела – трое должностных лиц учебного заведения, где учился мальчик и руководитель турагентства. Все обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности, которые и повлекли смерть человека. В 2020 году ученик школы города Узловой Тульской области 12-летний мальчик вместе с классом отправился в Рязанский аквапарк Окской «Жемчужина». Казалось бы, рядовая поездка, каких в течение года бывает немало – то в Питер, то в Ясную Поляну. А тут всего лишь аквапарк под Рязанью. Но что-то пошло не так. По версии следствия, директор школы города Узловая Тульской области в сентябре 2020 года по договору с туристическим агентством была организована поездка учеников в аквапарк, расположенный в селе Поляна Рязанского района Рязанской области. Нарушение требований законодательства образования перед поездкой руководителем школы не было обеспечено необходимое количество сопровождающих педагогов, а незаконные действия со стороны директора не были своевременно пресечены исполнителем договора, руководителем туристического агентства, осуществляющего доставку детей в аквапарк. Почему школьник, не умеющий плавать, оказался без присмотра – главный вопрос, ответ на который искало следствие. Мальчик захлебнулся. Тело ребенка в волновом бассейне заметил инструктор. Издание «Тульский вестник» публикует слова одного из свидетелей несчастного случая, работавшего в аквапарке фотографом, который рассказал, как вместе с инструктором пытался спасти мальчика. Ребенка без чувств отнесли в медпункт, где он умер, не приходя в сознание. По словам фотографа, в момент происшествия никого из сопровождающих рядом с мальчиком не было. Заместителем прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех должностных лиц образовательной организации и руководителя туристического агентства, расположенных в Тульской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренные пунктом В, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по осторожности смерть человека. Проведенная по инициативе обвиняемых экспертиза выявила ряд нарушений. Эксперты пришли к выводу, что на момент трагедии никто из сотрудников «Окской жемчужины» не проходил обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. А журналы-инструктажи оказались пустыми. Последние должностные инструкции под подписью вручали сотрудникам аквапарка аж в 2015-м. У аквапарка даже не было лицензии на оказание первой медицинской помощи. В тот день там работал сотрудник без соответствующего сертификата. В Волновом бассейне тоже нашли недостатки. Обвиняемую вину не признают, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Рязанской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По самому жесткому сценарию подсудимым грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Весна – традиционное время пробуждения клещей. В этом году их в Рязанской области как-то уж слишком много. Управление регионального Роспотребнадзора уже открыло тематическую горячую линию, где специалисты отвечают на самые актуальные вопросы, связанные с клещевой атакой. Герман Гущин тоже искал ответы. Статистика с весенней атакой клещей на районы Рязанской области бьет все рекорды. Наш регион в этом смысле один из лидеров по стране. Только за прошлую неделю к медикам обратились более 60 человек. Среди них есть дети. Самые популярные места скопления по-прежнему лесные массивы, лесопарковые зоны, дачные участки. Клещи – один из главных переносчиков тяжелых инфекционных заболеваний. Весной их активность самая высокая. По статистике в Рязанском регионе примерно 10% клещей являются переносчиками заболеваний. И основные заболевания – это болезнь лайма или клещевой боролиоз. После похода в лес внимательно осматривайте одежду. При обнаружении на теле бейте тревогу. Опасен не сам укус, а инфекция, которая попадает прямо в кровь. И чем быстрее будет извлечен клещ из кожи, тем ниже вероятность заражения. Вручную удалять клеща врачи не рекомендуют. При надавливании на брюшко инфекция попадает в рану. Как и с пипетки. Резко дергать паразита также не стоит. Вероятнее всего, часть его тела останется под кожей. После излечения, опять же, либо в частной лаборатории, в идеале, сдать этого клеща. Соответственно, клеща после излечения в баночку положить. В баночку положить кусочек ваты с моченной жидкостью водой, соответственно. И в таком состоянии, опять же, как можно быстрее доставить его в лечебное учреждение. Сдать клеща необходимо для того, чтобы понять, заражен ли он и требуется ли человеку лечение. Что касается профилактики, в теплое время года лучше выбираться на природу в светлой одежде, на которой проще увидеть крадущегося клеща и вовремя от него избавиться. Вещи нужно надевать так, чтобы они закрывали большую часть тела и использовать головной убор. Парки и скверы дирекция благоустройства обрабатывает специальным раствором. Но это в самой Рязани. Районы – потенциальный сектор массового заражения. Если не начнут обработку территорий прямо сейчас. Рязанский театр «Кукол» готовится к премьере. В конце мая зрителям представят спектакль для взрослых «Синяя борода». Жанр постановки авторы определили как «путешествие внутрь себя». Французская народная сказка «Синяя борода» хорошо знакома русской публике. Главным образом – версии Шарля Перро. Сегодня его имя ассоциируется прежде всего с детской литературой, что наверняка удивило бы самого Перро. Он писал прежде всего для взрослых. И «Синяя борода» убедительно это доказывает. Режиссер Анна Конан, знакома рязанцам по театральной акции «Луна – одна для всех». Уже четырежды на «Рязанских смотринах» Анна работала над постановкой. Пластика, хореография, акробатика и акцент на невербальное. Ее авторский почерк. Так будет и на этот раз. Сказка Шарля Перро – лишь отправная точка. Интерпретация режиссера не привязывается к сюжету. «Синяя борода» в данном случае лишь образ. И для каждого он несет свое. Страхи, которые мы рождаем сами, страхи, которые приходят, приобретенные страхи, стереотипы какие-то мышленческие, которые в нас заложены с детства. Как они руководят нами и как они мешают нам жить. И о пути, которые каждый человек должен преодолеть, чтобы добраться до своей внутренней комнаты со своими трупами на стенах, со своими страхами, со своими вещами. И как, может быть, попробовать их победить. А может быть и не надо, а может быть и надо. Каждый человек выбирает сам. Кому-то спокойнее уйти в себя и прожить всю жизнь, ничего никуда не выходя из своей зоны комфорта, из комнаты. А кому-то, может быть, хочется из нее когда-нибудь выйти. Авторы спектакля исследуют миф о синей бороде, его истоки, границы и формы. А так как в театре кукол возможно все, миф превращается в пластическую фантазию. Путь и шествие внутрь себя предстоит как главным героям, так и публике. Всю дорогу путешественников будет сопровождать живая музыка. Изначально у Ани были референсы. Это та музыка, под которую они придумывали хореографию, потому что работа началась задолго до моего появления с артистами. Мы отталкивались от этой музыки, которая вдохновила и Аню, и Пашу художника попало стихи. Мы начали соображать, как бы это могло быть. Я очень люблю работать с живыми музыкантами. Мне кажется, что такая работа, она... Это и удобнее, плюс это такая лабораторная, получается, история. Над спектаклем работает творческая группа из Москвы. Хореографию и трюки, вокальные партии выполняют рязанские артисты. Как и музыкальное сопровождение, обеспечено исключительно силами кукольного театра. Премьерный показ запланирован на 28 мая. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя! С 16 по 21 мая ТЦ Премьер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин